18 июня 1918 года под Новороссийским Советским Союзом были затоплены 16 кораблей, чтобы их не смогли захватить германские войска. Как всегда, в кризисный момент Владимир Ильич проявляет нечеловеческую гибкость. В Киеве большевистская делегация продолжает вести с немцами обсуждение сдачи кораблей. Одновременно в Севастополь отправляются приказы к их уничтожению. Всероссийский детский центр смены активно развивает патриотическое направление. В рамках столетней годовщины затопления Черноморского флота мальчишки и девчонки образовательного проекта «Я гражданин» приняли участие в круглом столе. Главная цель – обратить внимание молодежи, тем более учитывая состав, что это юноармейцы, участники постов номер один из городов Кубани, обратить внимание на очень памятную дату для военно-морского флота. Я как сам капитан второго ранга в запасе, мне очень хотелось это сделать. И в немножко расширенном виде обратить внимание на исторические события России. Во встрече приняли участие контр-адмирал в отставке Борис Сальников и инструктор по военно-патриотической работе Новороссийской военно-морской базы Игорь Харин. «Это трагическое, да, безусловно. Трагическое в том плане, что мы на трагическое неостороннение, в соответствии с Брест-Литовским мерным каталогом 2018 года, который стал выполняться, но это было и Черноморский, и Балтийский, и фактически отдать тюрьму». Участницы Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юн армия» Алена Яговкина и Алиса Генрих считают, что такие мероприятия очень полезны для молодежи. «Я считаю, что это полезно и что некоторые люди не знают о таких событиях, которых нам сегодня рассказали». «Этот фильм был для меня полезен, я узнала очень много из прошлого истории нашего флота». Патриотизм – мода или необходимость? Ответ на этот вопрос участники образовательного проекта «Я гражданин» будут искать в течение всей смены. Субтитры создавал DimaTorzok